У меня такое свидетельство, я, короче, все лето пролежала в больнице. Вот, я туда попала в июне месяце первый раз. И вы знаете, у меня, поскольку там определенные проблемы, мне ставили катетеры. Катетер мне поставили в одно место. Ну, не в какое-то там, короче, неважно. Поставили, у меня после этого разбухла нога очень сильно. И я ходила хромая. И я вообще была такая разбитая сильно. Меня разбила невралгия на фоне лечения, видимо, иммунитета. Упал совсем. Была разбухшая нога, вот такая, как трехлитровая банка. Вот, я такая чувствовала себя как развалена. И знаете, но тем не менее, несмотря на все это, я лежала в палате, со мной было две девочки. И они приехали, одна вообще умирать приехала. То есть у меня, говорит, все, все органы отказывают, мне плохо, я, короче, болею. У меня, наверное, там, говорит, и менингит, и гепатит, короче, и все самые страшные болезни. И она назвала, и говорит, все, короче, со мной. Вот. Другая 17-летняя девочка была, тоже там у нее какие-то камни в желчном нашли. И я такая лежу, и вы представляете, я разбитая. И мне вот это темные силы, нечистые, говорят, кого-то... А у меня внутри прям чувства. Я прям знаю, что они все будут здоровыми. Я не знаю, откуда, у меня прям внутреннее свидетельство, что все из этой палаты мы выйдем здоровыми. И мне вот это вот, знаете, внутри голос. Кого ты будешь рассказывать? Ты посмотри на себя. Ты разбитая. Ты вот прям вот лежишь вся разбитая. Ты не исцеляешься, главное. А люди другие, вот я не знаю, что это такое внутри было. Я говорю, нет. И вот одна на себя там наговаривает всякие гадости. Я говорю, нет. Я говорю, все будет хорошо. Ну, я говорила им Евангелие, все. Я говорю, давайте молиться. И я прям знаю, что мы все будем здоровыми. Представляете, буквально через несколько дней, которая приехала туда вообще умирать, там ее обследование было, все, ей сдавали анализы. Мы молились, мы говорили про это. Я говорю, не вздумай даже говорить такие вещи про себя. Ты здорова полностью, ты просто устала. Это стрессы так на тебя повлияли. И представьте, мы молились, разговаривали с ними об этом. И приходит врач и говорит, вы полностью здоровы. То есть ей провели все обследование. Говорит, у вас ничего нет, у вас просто неврологическое. Ну, то есть стрессы, вы реально устали. И потом следующая ситуация. Потом меня выписывают домой. И буквально через полторы недели у меня опять все симптомы возвращаются. Я опять уезжаю в больницу. В итоге у меня вообще пневмония на самом деле. И у меня такой вопрос к Богу. Я говорю, что я там не доделала-то первый раз, я не поняла. А, кстати, за эту девочку, которая тоже там лежала 17-летняя, я молилась за нее. И я говорю, ты веришь, что Иисус Христос умер за тебя? Я ей проповедовала Евангелие. Она говорит, да, я где-то из детства это помню. Может быть, я не знаю, где-то она в детстве сталкивалась там. Или еще что-то. Я говорю, ну, я ей проповедовала Евангелие. И у меня тоже было внутреннее свидетельство, понимание, что все будет у ней хорошо. Я говорю, я верю, что все эти камни, они рассосутся. И через полторы недели я туда попадаю вновь. И я говорю, господи, что я не доделала? Почему я здесь оказалась второй раз? И вы знаете, буквально через несколько дней привозят девочку. Привозят ее, ну, она умирает. То есть у нее менингит находят. Я лежала в инфекционной больнице. У нее отказали ноги, ее привезли на инвалидной коляске. Ну, то есть все. Я так поняла, что врачи вообще надежды ее никакой не оставили. Ее вот положили, выгрузили на эту кровать. Ну, слава богу, приходили. Она ходила под себя. Она не ела ничего. И приходили, и, ну, конечно, там меняли ей, слава богу, все. Она была в подгузниках, извините за подробности. Ну, то есть все вообще, не жилец. И, соответственно, к ней такое же отношение было там сильно. Ну, начали делать некие там обследования с ней. И я подхожу к ней и говорю. Я говорю, она, знаете, что говорит? Она говорит, что все, я в этой жизни все повидала, я готова умирать. Я говорю, ты с ума сошла? Я говорю, что ты повидала в этой жизни? Меня это разозлило. Представьте, какая ложь, в которую люди верят сегодня. Ей 33 года, красивая девчонка. Я говорю, все, повидала. Я говорю, ты кроме варочной в этой жизни ничего не видела. Кого ты могла повидать? И знаете, мне так это разозлило. Я говорю, ты знаешь, что есть Иисус Христос, который вообще может твою жизнь изменить? Она, представьте, она лежала, она не двигалась. Она вот так руки поднимает, верю. И она поднимает руки, я говорю, давай с тобой сейчас призовем Иисуса в твою жизнь. И я говорю, он вытащит тебя из этого. Я в это верю. И верю, что в твоей жизни это произойдет. И знаете, мы с ней помолились. Мы попросили Иисуса простить все ее грехи, разрушить все проклятия и дать ей шанс. И знаете, я внутри чувствую, что Бог ей дает шанс. Я говорю, Иисус тебе дает шанс. Поэтому тебе сейчас нужно ухватиться, за него идти. Вы знаете, ночью с девочками мы просыпаемся от того, что она ест. Представляете, она проголодалась. А когда человек хочет есть после тяжелых болезней, это признак того, что человек начинает поправляться. И знаете, на следующее утро она начала вставать, садиться. Мы ее кормили, правда, с ложечки, но тем не менее. И знаете, потом ее перевели в другую больницу, и я ей дала свой телефон. Я говорю, ты, говорю, я знаю, что ты одна не справишься, скорее всего. И поэтому, говорю, если тебе Бог дает шанс, мы готовы тебе оказать какую-то помощь. Может быть, поместить ее в какие-то учреждения, где ей будут помогать. Может, какой-то реабилитационный центр. Поэтому Иисус великий, Господь великий, и Он даже в таких ситуациях, когда уже все, человек, Он дает ему шанс. Аминь. Спасибо.